Друзья, всем привет! В этом выпуске я хочу поздравить вас, во-первых, с завершением этой торговой недели. Я уверен, что с помощью нашей аналитики, которая еще во вторник я говорил, что мы начали выкладывать ВКонтакте, думаю, что каждый из вас смог заработать, и это прекрасная новость. А чтобы эта пятница стала еще прекраснее, сегодня я расскажу вам про одну очень известную, эффективную стратегию, о которой сегодня почему-то многие забывают. Но она и правда уже используется более 30 лет, поэтому действительно это одна из самых известных систем. И когда я ее назову, вы поймете, да, вы о ней точно слышали. Стратегия эта называется «Три экрана Элдера», у нее есть масса вариаций на сегодняшний современный лад, с которыми она используется многими профессиональными трейдерами. И я хочу от себя заметить, что это одна из самых эффективных стратегий в классическом, так скажем, анализе, которую я встречал. Вообще, на мой взгляд, Александр Элдер единственный из трейдеров, который действительно может дать вам что-то полезное. И сегодня, смотря на людей, которые обучают трейдингу, мне на самом деле становится грустно. Потому что, взглянув назад на всю историю, сколько я торгую, сколько я искал различные стратегии, различных учителей в свое время, никто более эффективной и простой информации, кроме Александра Элдера, не сказал за что. Скажем ему спасибо, поставим к этому видео лайк и напишем ему пару приятных слов. Возможно, он это прочитает, ему просто будет приятно. Итак, начнем с того, что, по сути, если разобрать весь валютный рынок на движение, то у нас есть, по факту, два основных аспекта. Первый аспект заключается в том, что рынок подвержен неким импульсам, то есть движениям в рамках тренда, очень быстрым, резким, они проходят, могут пройти буквально за час, за два и выстрелить там в 200-300 пунктов. Я думаю, каждый из вас, если вы торгуете хотя бы год, с этим точно сталкивался. И дай бог, чтобы вы в этот момент не использовали Мартин Гейл, чтобы позиция не улетала просто в космос. Ну и, соответственно, второй момент, это, конечно же, коррекции. Коррекции – это движение против тренда, и, соответственно, занимают они намного больше времени, чем импульс. Ну так вот, если мы посмотрим с вами на выбранном нами таймфрейме, к примеру, это будет 15-минутный график, взглянем на график, увидим движение, и нам покажется, вот-вот, это импульс в сторону тренда, надо залетать в уходящий поезд. То буквально, перевернув страницу, переключив таймфрейм, перейдя на 4-х часовой график, вы можете увидеть, что это просто коррекция от основного тренда. Если мы вспомним с вами теорию Доу, то основная мысль заключается в том, что все, любые движения на рынке, они подвержены какой-то основной тенденции. И вот именно в стратегии 3 экрана Элдора мы с вами сможем, первое, определить основную доминирующую тенденцию, даже без панели бигтрейдов. Может быть, это будет не совсем так точно, потому что не изучаются какие-то внутренние, внутридневные поведения крупных участников, толпы, но по факту этого достаточно для начинающего трейдера, для того, чтобы почувствовать на себе, да, на рынке можно зарабатывать и стабильно получать деньги. Ну вот, чтобы такая мысль у него сформировалась, достаточно стратегии 3 экрана Элдора. Ну, как минимум понятно, да, 3 экрана, то есть мы берем с вами 3 таймфрейма, выставляем на нашем терминале 3 отдельных окошка с разными таймфреймами, с одним и тем же инструментом. Кстати, с этой стратегией вы можете использовать десятки валютных инструментов, ограничений здесь нет. По первому таймфрейму мы будем с вами искать основную доминирующую тенденцию, соответственно, это будет самый крупный таймфрейм. По второму мы будем смотреть с вами уровни разворота, это такой промежуточный таймфрейм между точкой входа и определением тенденции. Так вот, по этому промежуточному таймфрейму мы выстраиваем уровни коррекции. Обычно это могут быть Fibonacci, да, то есть все прекрасно знают, как использовать Fibonacci. Я посвятил этому огромное количество уроков на этом канале, поэтому, если вы не в курсе, просто полистайте, вы 100% эту информацию найдете. Ну, к примеру, мы берем там уровень 32, 68 и вот от этих уровней ждем какие-то коррекции, к примеру, на таймфрейме H4. И вот, когда у нас цена подходит к определенному уровню коррекции, где есть великая, так скажем, вероятность именно завершения коррекции, дальнейшее движение по тренду, то есть очень важно, что мы здесь работаем по тренду. Это очень классно, потому что многие стратегии сегодня полностью этого лишены. Вообще большинство трейдеров, сколько я не спрашиваю, сколько я не смотрю, вообще не смотрят на какую-то тенденцию. Есть сигнал, а сейчас зайду, все. Так, конечно, торговать нельзя, рынки подвержены тенденциям. Действительно, основная ваша работа должна заключаться даже в канале цены, да, вы должны смотреть на основные тенденции инструмента. И, соответственно, если, к примеру, тенденция у вас бычья, ну, желательно, если вы торгуете в канале консолидации, покупать с нижней стороны канал. Продавать, соответственно, в данной ситуации имеет смысл как минимум снизить лот. Ну, так вот, давайте в двух-трех словах просто объясню вам методологию подхода трехэкранов Элдера, и в дальнейшем вы сможете подробно изучить эту информацию, ссылочка будет в описании. Основной, самой популярной раскладкой является таймфрейм D1, то есть дневные графики, таймфрейм четырехчасовых графиков, и, соответственно, для поиска точек входа таймфрейм часовые графики. По таймфрейму D1 мы с вами можем выстраивать различные трендовые линии, и, соответственно, смотреть, в какой динамике идет у нас валютная пара. Можно использовать Макдак, пожалуйста, используйте индикаторы, на дневных таймфреймах они очень неплохо работают. Дальше мы, соответственно, переходим на четырехчасовой график, расставляем уровни Fibonacci по нашему сложившемуся тренду, да. Как только цена касается какого-либо коррекционного уровня Fibonacci, мы переходим на часовой график и просто дожидаемся паттерна price action. Это может быть пин-бар, поглощение, все что угодно, что вы успели изучить в методе price action. Многие используют здесь индикаторы, на мой взгляд, вот именно те люди, которые пытаются привязать стратегию три экрана Элдера к индикаторам. Друзья, мы, стратегия старая, конечно, но давайте уж не будем ее еще больше устарять. Индикаторы это прошлый век, используйте хотя бы паттерны, их сегодня можно бесплатно изучить. У меня куча уроков в видеоформате, где я рисую и показываю вам эти паттерны, поэтому здесь желательно все-таки современно подходить к этой старой, но эффективной стратегии. По факту, что мы получаем? Мы получаем тенденцию, то есть мы знаем, в каком направлении нам торговать, мы получаем уровни, мы знаем, где есть коррекция так называемая, и, соответственно, у нас есть точки входа в формате паттернов. В итоге мы не используем индикаторов, тенденцию по дневным графикам вы можете определить банально трендовыми линиями, по четырехчасовым графикам мы выстраиваем уровни Fibonacci, они там, кстати, неплохо работают, и, соответственно, по часовым графикам мы ищем точку входа. Таким образом, все, что вам остается здесь добавить, это точки take profit и, соответственно, стоп приказа для вашей стратегии. Здесь, конечно же, все это очень сильно индивидуально, я могу посоветовать нашу панель Big Trader, ссылочка тоже в описании, которая будет указывать вам ближайшие уровни, по которым вы имеете возможность поставить свои приказы в стоп лосс. Ну и, кроме того, несколько математических систем, которые позволят вам, даже несмотря на какие-то рыночные колебания, все равно выйти в плюс. На этом у меня все, всем желаю хороших выходных, всех вас люблю, обнимаю, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии под этим выпуском, не забывайте нажать на колокольчик, и подписывайтесь на этот канал, если видите меня впервые. Всем спасибо, ну а полный разбор стратегии 3 крана Элдера выложен на нашем сайте, ссылочка, напомню, в описании. Всем спасибо, пока!